Вот как-то мне в руки попала такая книжка под названием Слово Божье. Вот как видите, это все, что есть на обложке, такая серая обложка. Вот, открываем буквально первые страницы. Вот у нас есть Слово Божье. Обратите внимание на текст и на вот эти знаки. Бог знает, что скажет всем. Бог смеет сказать это. Бог говорит истину. Бог скажет тому, кто хочет узнать истину и тому, кто не знает правду и так далее. Противимая на все знаки. Вот, я просто сканировал некоторые рисунки. Идем, так, это мы сейчас пока пропустим, к этому моменту мы вернемся. Вот еще тоже у нас интересные. Бог сможет сказать, человек, узнай истину о Боге и поверь Богу. Много сказать, что он знал. Человек, узнай истину о Боге и поверь Богу. Человек, узнай истину о Боге и поверь Богу. Бог не сможет не проверить. И так далее. Ну, в общем, текст примерно, да. Бог не может не сказать, человек так жить нельзя, человек так жить нельзя, человек так жить нельзя. Вот какая это клиника. Библия и Евангелие читайте, но не все. Там, где идет речь обо мне, Боге, все это правда. Я действительно вывел народ Моисея из Египта. Я действительно спас Лазаря через Иисуса. Но я не делал того, что сказано в Библии, где говорят, что Бог это Дух Святой, который спас Иерусалим, ценой смерти многих людей, погибил многих и так далее. Апостолы все исказили факты, так как не знали всей правды обо мне. И не знали потому, что не верили Иисусу, Сыну Моему, что я это Дух Святый в образе Иисуса, ну и так далее. Бог это Дух Святой. Идем дальше. Ну здесь тоже некоторые тексты. Хотя этих текстов мало. В основном вот такие вот откровения. И станут дети детьми Божьими, сделает с ними Бог сынов новых духов святых. И станут дети детьми Божьими, сделает с ними Бог новых духов святых. То есть такое некоторое количество повторений, как мы видим, да, вот эти знаки. Вот. Ну вот тоже вот это, тоже это, как бы Слово Божье, кстати, вы не знали, что так выглядит Слово Божье. Можно еще вот так вот, вот так вот. Тоже Слово Божье. Кстати, это автоматическое письмо, да? Видно, да, Слово Божье? Вы герминевтикой занимались? Сейчас, да. Вот, вот тоже Слово Божье. Свет снова станет светом в 1907 году. Книжка 1996 года. Да, да, да. Опять подчеркиваю, это ты знак. Иисус Христос придет в 1997 году. У, подчеркивание. Иисус Христос придет. Вот, ну вот такого рода текст. Как это изучать? Мне больше всего понравилась следующая ремарка. Заключается на следующем. Редактор. Я даже хотел найти редактора, значит, у нас есть редактор. Литературный редактор, технический редактор. Но автора нет. Просто написано, что издано на средство автор. Но больше всего мне вот это понравилось. Опечатка. Вот столько палочек перечеркнутых 8. Считать столько палочек не перечеркнутых 7. Что бы это значило? Вопрос знатокам. Так, у нас есть другое. Слово Божье. Космические знаки. Вот они. Космические знаки. Тоже, кстати, сумасшедший тираж. Большая книга. Причем не одна, а две. Мне нравится. Посмотрите. Издание осуществлено по инициативе Уральского торгового дома. Генеральный спонсор этой книги, СКБ Банк, один из крупнейших банков России, имеющих более 6 тысяч акционеров и 24 филиала. Его адрес. Средства от реализации книги будут направлены на издание научно-популярных художественных сериалов многокрасочных книг. Экология в картинках. Занимательная биология для школьников и домашнего обучения детей. Все замечательно. Пожалуйста. То есть, в банке это все оценили. Вы никогда не пробовали христианскую литературу, пытаться найти спонсоров в банках? Я думаю, что можно найти, потому что если такой книги нашли спонсоров, почему же хорошей литературе спонсоров не найти? Смотрим дальше. Ну, просто за неимением времени мы быстро перейдем от вступления. Уже к... Значит, нам будут показывать космические знаки. Перечень энергоблоков незримого начала космического зла. Энергоблок 1. Комплекс энергосфер под знаковым шифром нелюбовь. Энергоблок 2. Комплекс энергосфер под знаковым шифром нецеленаправленная равнодушие. Энергоблок номер 3. Комплекс энергосфер под знаковым шифром целенаправленная равнодушие. Ну и так далее. На разум крепчал. Теперь смотрим. А, у нас даже есть схема. Смотрите, строение энергоблока. Видите вот стрелочками? Зона дезинформационной энергетики воздействия. Посмотрите, какие духовные слова вообще. Зона сывороточного воздействия, зона дезориентационного воздействия. Вообще просто язык не поворачивается. Система энергошифров дезинформации. Узел усиления энергошифров в случае неудачи. Опять же, 6 тысяч филиалов банка. Представляете, и все они понимают, о чем здесь идет речь. Зона энергошифра духовный уровень жертвы. Вот это вот. Обратите внимание. Значит, здесь, причем неизвестно, вот дальше или просто в этом месте, зона энергошифра, перечень сил и энергии жертвы. Ну и так далее. То есть, там есть некоторое количество схем. Вот еще, например, вот это вот. Это зона ускорения энергии времени. Что это, не спрашивайте? Я не знаю. Зона замедления энергии времени. Так, вы выучили. Теперь вы знаете, что это за схема. Хорошо, пошли дальше. Так, ну вот здесь вообще. Мне вот это нравится. Смотрите, что вы напоминаете, да? Это как это? У психологов тесты, да? На самом деле-то это строение энергоблока номер 2. Зона действия на зов самости. А внизу это зона иерархии распределения энергии самолюбования. Зона иерархии распределения энергии самолюбования. Вообще вот связь есть вообще между словами какая-нибудь? Нет, я, конечно, я не эзотерик, я не понимаю этого. То есть, здесь тоже есть некоторые объяснения, там, человечки. Закон первый. Вот. Пошло, пошло. Вот оно, вот оно пошло. Знаковые законы Творца. Первый. Смотрим. Расшифровываем. Домашнее задание. Расшифровать. Схему видели? Стрелочки помните? Теперь расшифровываем. Да, вот, вот, это страница. Вот, видите, вот это вся страница. Назовется автоматическое письмо. Дальше. 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 Это слово Божье, понимаете? Знаки Творца. Вы понимаете? Почти в самом конце уже дополнительное слово по разъяснению работы со знаками и знаковым письмом. Читать знаки очень сложно. И сложность отнюдь не в том, что для непосвященного человека знаки выглядят не более чем непонятные лидии. Ну, вообще-то, да. В чем-то напоминающий ирокли или каракули детских фантазий. Сложность в практическом их применении. Понимаете? Их надо еще, оказывается, практически применять. Прикладывать, я не знаю, растворять в воде, в кислоте, пить. Что? В понимании их конкретно силового и конкретно энергетического смысла воздействия и преобразования. Преобразование. Знак закон, например, утверждает преобразовательные процессы глобального масштаба. Еще раз. Знак закон утверждает преобразовательные процессы глобального масштаба. Ну, ладно, ничего не понимаю. Знак язык проводит воздействие более исполнительно, как бы запланированного порядка, как бы в глобальных, так и в более детальных энерговоздействиях. Как это? Воркалось, хливки и шарки пырялись по мове, и хрюкатали зюлюки, как мюмзики в мове. Но стихотворение. Это слово Божие. Кстати, вот тираж. Кто не верит, что это было опубликовано. Тираж 50 тысяч экземпляров. Вот. Универсальная... А, вот мне еще нравится Шишканов. Шишканов просто зайка. Дмитрий... Он, кстати, еще в 2004 году книжку выпустил, но я не смог... Я просто нашел ссылку на нее в интернете. Мне нравится вообще. Шишбацар из одного города с Андреем и Петром. Библия. Третий завет Библии. Прошлое, настоящее, будущее, земной цивилизации. Программа мирового решения всех современных проблем человечества. Ну, короче, вот этот труд, добро, хорошо. Земная цивилизация. Прошлое, настоящее, будущее. Что было, что происходит, что делать, что есть, что будет. Просто все там здесь будет. Обобщение третье. Если будет время, можно почитать содержание. Просто это кладезь мудрости. Знание – конь прогресса человечества. Три ступени материалистической диалектики. Начало диалектики – концентрированное знание и так далее. Вот. В общем, здесь есть интересное всяческое объяснение. Причем, видите, такой сам издат. Почему и как появился этот труд? От творцов послания. Мы, восемь разумов всей Солнечной системы, почему не Вселенной, приветствуем землян от имени Всевышнего Творца, то есть у них есть еще иерархия повыше, создали этот труд, свет знаний и мудрости добра, чтобы дела людей из мрака темной ночи, наживы смерти лжи мерзости разгрома, переходили в правые и верные Господние дела, «Дух Света истинный пришел на землю снова, как было это в прежние века. Сегодня здесь Он. Для того, чтобы всякому насилию, угнетению, разбою поставить мощный крест на вечные века. Русь-матушка, великая страдалица, родная, ну и так далее». Тема пошла дальше. Вообще тоже человек, имеющий хорошее высшее образование, специалист, занимался наукой. Он искал Бога. Он нашел свое личное откровение. В конечном итоге, вот он, там много всяких схем. Вот вы, хотел показать, вы думали, что христианская догматика – это сложно? Сейчас мы будем изучать шишбацары. Вот видите, это развитие энергоструктуры разума в первоматерию и материальные объекты. Вот такие вот, понимаете, да? Я ничего не понимаю. Вот здесь еще тоже много очень схемочек. Вот разум. Мне нравится вот это. Вот это, ну просто уже надо заканчивать. Творцы и авторы этого труда. Значит, мы сначала, нужно читать снизу наверх, как он рекомендовал сам, да? То есть, «Имя человека и разум в жизни и Библии», да? Потом, «Шишканов Андрей Петрович, автор». Потом, «Порфирий Корнеевич Иванов». Да, «Детка», «Ульянов», «Ленин Лев», не знаю, зачем «Ленин Лев». «Орфей Иисей, исцеляющий звуком». «Кришна», «Труд», двоеточие, «Дух Святой, истина Сократ». «Добро, Сын Господь, Христос, Иммануил». «Хорошо», «Отец Бог, Христос, Библия» в 77 книгах. «Высший разум», «Всевышний». Мне нравится вот это, «Абсолютная истина всемогущая». На седьмом месте уже в «Солнце Иванов, Петров, Сидоров». Не спрашивайте. Знает Шишканов. Самый верхний уровень, вседержитель, космос, а разум, материя, всего имеющего места – быть. Вот. А самый верхний поселок Христос. Вот его знак. Общество Мирал, Единого там и так далее. Россия, Кирово-Чапецк. Эту книжку он лично подарил Дмитрию, и мы действительно благодарны за такой пример, откровение. Нужно подойти как мудро к этим всем вариантам, потому что вы думаете, что это все? Нет, это просто человек, который вокруг себя объединяет. Ну, просто ему было откровение. Он написал, опубликовал это откровение, а одно из первых вариантов передал нам. И следующее откровение в 2004 году опубликовал. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. Вот смотрите, кто знает журнал «Наука и религия»? Есть наук. Да? Леонид Иванович Маслов. По крайней мере, по сайтам была ссылка на Леонида Ивановича Маслова, который сотрудничает с этим журналом, является одним из его редакторов. У него сайт есть откровения.ru. На этом сайте Маслов пишет свои откровения. Человек, уважаемый, имеющий научной степени звания, сидящий в кабинете, то есть не где-то там завязанный, не говорящий какие-то странные мысли. Но ему стали приходить откровения с 2004 года, и он стал их печатать. Все нормально. Эти откровения о том, что нам нужно измениться, что человечеству наступает большой конец, если мы не изменимся, и так далее, и тому подобное. Например, напомним основы религии моей, говорит ему некто из своего откровения, с упоминанием четырех основных краеугольных камней моего мироустройства и пирамиды власти. Вера, любовь, надежда и мудрость. А что делать тогда с предыдущими откровениями? Целью правительства Маслова является получение знания как такового. По Маслову знания нужны для того, чтобы дать нам толчок к самосовершенствованию и развитию личности, облегчающий его пребывание в материальном мире и подготавливающий его к встрече со мной по дороге духовного мира. А что было до Маслова, без толчка, который давалось и так далее? У меня много всяких цитат, просто нам нужно уже подходить к концу, заканчивать с этой частью. То есть, людей, которые получают откровения от космического разума, которые хотят изменить весь этот мир, их большое количество. Более того, они печатаются и являются очень популярными в нашем обществе. У меня вопрос, почему тогда такие понятные и ясные учения о Христе, спасающие учения о Христе, вообще не популярны в нашем обществе? И помните, я в самом начале проводил примеры того, во что люди верят. Так вот, мне кажется, что у нас, когда нам говорят, что мы общество православное или христианское, я думаю, мы далеко не православное и далеко не христианское общество. У нас общество по себе это в лучшем случае языческое или имеющее глубокие восточные философские корни. Но ни в коем случае не христианские. Представляете, какая серьезная работа предстоит церкви. И почитайте апостола Павла, как он проповедовал язычникам. Он пришел в мир не атеистов, но людей верующих. Так же и мы находимся в мире верующих людей, но которые верят в совершенно странные учения, порой даже очень веселые. Но ни в коем случае не смейтесь над этими учениями, поскольку люди истово и искренне в это верят и думают, что это действительно Слово Божие. И когда вы держите свою Библию, цените ее за ясность того учения, за открытость, за то, что она не эзотерическим текстом, а ясным учением была преподана каждому из нас. Слово Библию Слово Библию